Добрый день, дорогие друзья! С другой стороны, разговаривая с горожанами, люди говорят о том, что они сравнивают настоящий Барнаул с предыдущим. И люди говорят, что город существенно обеднел в растительности и в озеленении города. Зеленый каркас Барнаула – тема первой встречи. Ленточный бор вокруг города еще пока сохранен, но внутри каменные джунгли. Зеленых уголков катастрофически не хватает, считают эксперты. В 80-м году у нас было 14 парков, и до этого дня дожили не все. Так, парк 50-летия СССР. Многие уже и не знают, где он был. Пересечение Павловского тракта Малахова. Сейчас 72% застроено, статус парка потерян. У огромного юбилейного отрезали больше половины, и это происходит со всеми зелеными зонами. И чем меньше деревьев и кустарников, тем больше неврозов и депрессий, доказано медиками. От чувства одиночества, от сенсорного шума, от ядрогенности информационной городской среды до каких-то более специфических моментов. Ну, допустим, освещение, продолжительность дня, климатические условия. Насколько все критично, эксперты еще только будут оценивать и займутся вопросом будущего. Как без ущерба для состояния жителя строить точечно, например, на площади Сахарова. Единственная надежда, что у этого дома будут первые этажи отданы под какие-то парковки, общественные здания, которые разгрузят транспортную нагрузку, ситуацию на это место, потому что сейчас с парковками здесь очень туго. По словам экспертов, застройка Барнаул подошла к финалу. Свободных мест для возведения объектов практически нет. И теперь уникальность и комфортность города будет зависеть от грамотной урбанистики. И над принципами правильного города должны думать все. Видео первой встречи Урбанхаба скоро появится в сети. А в будущем к обсуждению в режиме онлайн планируют подключить и рядовых жителей краевой столицы. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. День с толком. Продолжение следует...